Провитание, поваженные подписчики канала Процветок. С вами Вольга Дуброва. На дворе июль месяц. Прошла первая волна цветения. Она еще для кого-то идет, а для кого-то уже прошла. Для каких-то сортов я имею в виду. И нам казалось, что это наступил самый важный этап в жизни роз. Они зацвели для нас. На самом деле, все наоборот. Сейчас в жизни роз наступает самый важный этап. Потому что в это время нужно провести правильный уход для того, чтобы они порадовали нас еще в этом году и, как ни странно, в следующем году. И в чем он будет заключаться? В первую очередь, необходимо будет провести обрезку. Обрезку отсветших соцветий. Правила обрезки для разных групп, в принципе, одинаковые. Мы не должны обрезать сам цветок. Вот так вот мы его не должны обрезать. Или так, это роза флорибунда. Если чайная гибридная, мы тоже не должны срезать ее головочку под лепесток. Если эта роза плетистая, то правила будут такие же, что мы на старых побегах, конечно, придется нам обрезать покороче. Но на этом мы остановимся потом поближе. Итак, произвели обрезку. Здесь мне еще жалко обрезать, показывать вам, потому что цветение продолжается. Еще даже есть бутоны. Но в дальнейшем мы считаем. Два, три листа. Ну вот примерно получается. Вот соцветие закончилось. Раз, два. Вот здесь я обрежу. Секатор должен быть острый. Он не должен жевать, зажимать. После того, как мы обрезали один куст и переходим к другому кусту, мы смачиваем латку, тряпочку спиртом, водкой, что у кого есть. И протираем лезвие, чтобы, не дай бог, не перенести инфекцию от одного куста к другому. Это такое правило поможет вам сохранить ваши растения здоровыми. То, что касается обрезки. Затем, в это время необходимо провести подкормку. Во время цветения, как вы помните, подкормка не производится. Но после того, как мы сделали обрезку, мы должны подкормить. И так как это, я говорила, очень важный этап, то и подкормка должна быть настоящая. Сюда должны войти все основные элементы азот, фосфор, калий с большим упором на фосфор и калий. Ну и смешиваем. Здесь 15 грамм азотного удобрения. У меня селитра. Разные удобрения, разное количество содержится столовой ложки. Ну вот аммиачные селитры, оно таки есть, примерно грамм 15. Сюда я добавляю. Суперфосфат. Нам надо 50-60 грамм. Его в столовой ложке содержится практически 20 грамм. 18, поэтому легкую горочку допускаем. 20, и чтобы получить 60, раз, два, три. Раз, два, три. И остатки для того, чтобы получилось 50-60, сыпали. Ну и калийное удобрение. И вот тоже в столовой ложке грамм 17-18. Оно такое тяжеленькое. Поэтому для того, чтобы получилось 25, мы сделаем такую хорошую горочку. Вот так получается. Размешиваем. Размешиваем. Я не добавляю сейчас сюда органику, потому что органики было у нас достаточно. Размешаем хорошенько. Подождем, пока оно все там растворится. И будем проливать. Вливаю примерно пятую часть ведра. И чтобы влага эта там сохранилась, попала именно к корням, загребаю. Видите, сколько тут органики. И поэтому питания будет достаточно. Такого удобрения нам хватит под 3-4 куста, в зависимости от его размера. Ну вот такие кусты. Три штуки. Если кустики поменьше, то может быть и четыре маленькие. Ну вот какие-то три, это вы уже сориентируетесь. Кроме этого, не забывайте про то, что розы, как и другие растения, они требуют микроэлементов. Микроэлементы – это отдельная история, отдельная песня. И мы будем проводить подкормку по листу. Что использовать в качестве подкормок по листу, не корневой подкормки? Очень хорошие результаты показывает цитовид. Цитовид – там хилатные формы различных микроэлементов, которые способствуют здоровому росту. И естественно, что здоровое растение будет сопротивляться хорошо различным непогодам и невзгодам. Хорошо цитовид смешать либо с эпином, 15 капель эпина, либо ампула цитовида и 8 капель циркона. И такие обработки мы проводим после вот этой вот основной подкормки, когда мы смешиваем комплексное удобрение. Затем такие внекорневые подкормки, они работают сразу. Их можно проводить дважды в месяц. И особенно обратите внимание на такую внекорневую подкормку, когда наступает период похолодания, либо идут дожди. Потому что, несмотря на уход и агротехнику, все равно растения могут поражаться различными заболеваниями. Там черной пятнеистостью, мучнистой росой. И это будет очень способствовать укреплению иммунитета и противостоянию различным другим заболеваниям и даже и вредителям. Не забывайте про поливы, потому что, напротив, зашлушливые периоды мы можем потерять наши растения. Не то чтобы окончательно, но не дождаться пышного очередного цветения. И так как в этот период при хорошей подкормке идет закладывание побегов будущего года, почек очередного цветения, спустя 4 недели после такой вот обрезки, отсвечившихся цветей, появится вторая волна, появятся новые бутоны. Поэтому в этот период необходимы хорошие поливы. Если вы наблюдаете, что на глубину 5-7 см грунт подсох, значит надо поливать. Я уже как-то говорила, то есть ведро воды под хороший куст, в сухую погоду надо дважды в неделю, под маленький кустик один раз в неделю, ну и так далее, по ощущениям, как говорится. Ну и то, что касается вредителей и болезней, то с вами мы об этом поговорим в другой передачке. А хочу обратить ваше внимание, то что вы не должны забывать про то, что они все-таки не дремлют и могут появиться внезапно. Поэтому практически каждый день осматривайте и подавляйте очаги. Какими средствами? В следующий раз. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин